Всем привет! У нас анонсированные разборы онлайн по психологии, цифровой психологии и йоге, очень по любым сферам, на телеграм-канале Академия Шанат. Так что можете присоединиться Вы можете присоединиться к телеграмму, а можете посмотреть и подпишись. Сейчас у нас проходит марафон. Мастера цифровой психологии, психологи, которые подсекают в Москве, сегодня на канале весь день консультируют приходящих. На канале более 4000 подписчиков и каждый час работает психолог онлайн. Вот сейчас моя очередь поработать вслед за Юлией Чилиной. И вот сейчас как раз будет переключение на разбор. Поэтому, друзья, вы можете задать свой вопрос. Либо здесь, под этим видео, потом текстом по парту просмотра, будет вам отвечено. Либо перейти на телеграм-канал, который указан здесь вот в шапке в анонсе, и задать вопрос с голосовым сообщением или через видео в чат, как вам удобно. Так что буквально несколько минут и мы начнем взаимодействие. 21 апреля это Станбул и 21 апреля это Корея школы. Есть такое правило. Нет вопросов, нет ответов. Есть школы, нет. Напишите, пожалуйста, в чате какую тему вы бы хотели раскрыть. Если, допустим, будет у нас какое-то окно, не будет личного разбора. То есть, о чем бы вам хотелось услышать. Ну, если вы хотите идти в чате, но почему Константин не заходит? Ну, что со связью у вас? Спасибо, всего вам доброго. Благодарим, благодарим. Счастливо. Так, все, Константин Бабич. Здравствуй, Галина. Приветствую тебя. Да, друзья, Константин Бабич, его цифры и данные 6-2. Город Москва, мастер Суца города Москвы. Приветствую тебя, Константин, даю тебе слово. Здравствуй, здравствуй. Отвечая на вопросы, пожалуйста, все, счастливо. Давайте, друзья, поработаем. Друзья. Как у нас все было 1 февраля, вот спустя две недели. Значит, сегодня у нас успешная дата. Если кто-то пожелает что-то изменить в своей материальной жизни, да, в плане энергии, которая влияет на мое сознание, сегодня у меня мистический день, так что по запросу и по желанию вы можете получить определенные мистические знания, да, о себе или о происходящем. В общем, вы можете задать вопрос, созревайте. Поднимайте ручку, то есть в трансляции YouTube вы можете написать текстом, да, там есть чат. А в трансляции Telegram вы можете включить, поднять руку, нажать на кнопочку и проговорить голосом. Или даже включить видео, если вы хотите, чтобы я вас видел. Это уже на ваше усмотрение. То есть в чате Telegram в Жанат Академии нет чата. Те, кто есть только голосовая и видеосвязь. А в трансляции на YouTube, пожалуйста, в чате можете написать. Но в чате на YouTube отвечу после того, как мы пообщаемся целый час здесь, в Telegram-канале Жанат Академии. Так что подписывайтесь, подходите. Я вам хотел сказать, что очень благодарен своему учителю по этой науке, потому что у меня это осознание, оно раскололо жизнь на две части, до и после. Жанат Кажанжаров мне как-то в эфире, который у нас есть на YouTube, называется «Задача от Бога». Жанат Кажанжаров и его ученики, он мне с Акского Костя. Ты должен вести людей к Богу. То есть в этой задаче есть вся суть для людей, рожденных 6-го, 15-го, 24-го. Не кайфовать, как я делал, и от этих же кайфов разрушался, от неразборчивости, от подагры, а именно мыслить логично, что нужно сделать такого вот духовного. И вот благодаря Жанату, который мне рассказал мою данность, что она не для меня, а для других, я благодаря его знаниям Раджи-йоги пришел в мир джняна-йоги, йоги-знаний. И Жанат мой проводник. Я вам очень благодарен за это. И теперь люди обращаются, и я действительно счастлив и рад послужить им, рассказать о том, какие знания я получил, принял на себе, передал другим. Это работает? Были сомнения? У меня миссия 2, я сомневался. Так что вы можете сомневаться, а можете, не сомневаясь, задать свой вопрос и кое-что узнать. Нажмите на кнопочку микрофона, поднимется рука и любой вопрос, типа, допустим, где мое предназначение. Здравствуйте. 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 Так, сейчас я один, да? Меня зовут Валентина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, у меня 7 и 1. Угу. Вот. Ну, потихонечку, вернее, не потихонечку, я хожу по 15 километров. Мне сказали, столько ходить, если у тебя есть долги. Вот я не могу никак понять. У меня всё равно немножко ноги болят. То люди говорят, что легко это будет. Я настраиваю, я всегда говорю, я иду с лёгкостью. Ну, как мне её, чтобы она не сливалась, не терялась в моей энергии. Вот как бы это... Я её вроде бы чувствую. Чувствую в районе лопаток. Но как будто она выше не идёт. Такое вот какое-то ощущение. А чем вы занимаетесь в остальное время, когда не ходите? А, шью я портниха. Не ателье? А кроме шитья и ходьбы, чем ещё занимаетесь? Просто интересует ваш распорядок дня, где там пробелы, паузы? Ну, вот с утра на работу... Вернее, в 5.30 встаю, часа три хожу, прибегаю, пропариваюсь, потом иду на работу к десяти. И вот, бывает, до пяти, до шести я на работе, либо еду, примерки делаю, потом домой. А что делаете дома после работы? Слушаю... Да всё. Вебинары слушаю, прочитываю то, что мне консультации делали. Ну, как бы вот вникаю, запоминаю, конспектирую. В общем, вот этим всем занимаюсь. И часиков в десять, бывает, в одиннадцать... Ну, как почувствовала, спать хочу, уложусь. Ну, встаю прям бодряком, вообще. Уже думаю, наверное, в пять надо вставать. А вот в течение дня, за дня в день, вы чувствуете, что где-то начинается слив энергии, вы начинаете из чего-то страдать. Когда вы начинаете, может быть, думать о прошлом, то, что вы натворили там, как это развести сейчас. Есть у вас? Где вы себя можете поймать на сливе энергии, которую вы так поднимали, ходили, выпаривали? Ну, скажем так, до сих пор я тоже много что изучала. И в прошлое уже не впадаю. Вы просто сказали о долге, правильно? Это же что-то в прошлом произошло, что вы кому-то что-то должны. Да, да, в сегодняшний, да. Хоть он и небольшой. Ну, небольшой, у всех разных, понимаете, для кого-то полтора миллиона небольшой долг, а для кого-то 16 тысяч рублей. То есть надо просто оценить. Ну, тысяч двести. Вот, две тысячи рублей. Ну, это не он. Это небольшой. Просто чётко. Часто его вспоминаете, правильно? Каждый день? Ну, у меня граница закрыта, я не могу из Абхазии в Россию выходить и обратно. Вот. У вас есть план по закрытию долго? Вот, теперь поняла, нету. Да, то есть понимаете, смысл в путь, что... Я-то думаю, что я заработала на работу. Да, да, да. Знаете, как мы иногда делаем? Мы покупаем машину, чтобы на ней ездить. Это наше тело. Но вместо этого мы садимся в неё, зажиграем, бензин сжётся, мы на месте стоим и думаем, куда ехать. И никуда не едем, просто страдаем. Ну, потому что машина дорогая, мы за неё должны. И вот в уме эти все энергии сливаются. Хотя к действию мы даже не приступили, никуда не поехали. Ни как курьер, ни как грузчик, ни как гид. Да как угодно. То есть не используем данные на возможности. Поэтому проблема может быть в том, что вы думаете о долге, но ничего не делаете реально, чтобы его закрыть. Как только вы начнёте делать, творец вам даёт поддержку. Типа, на, дорогая, вот тебе инструменты. Но делать ты будешь сама. То есть, когда приходишь в спортзал, ты же не говоришь, так, значит, вот вам деньги, накачайте мне тело, а я пойду полежу. Нет. Тренер говорит, качайся, делай, я свяжу. Так и здесь. У вас должен быть план, понимание, что такое вы должны сделать, чтобы закрыть этот долг, да? Ну, что такое для человека 200 тысяч рублей? Это значит, нужно, зарабатывая свои денежки, дисциплинированно отдавать в месяц. Ну, там, от пяти, если всё прям прижало, если там ипотека и всякие другие обязательства, до, там, даже до пятидесяти может добежать в месяц, да, вы можете отдавать. То есть, надо понять, за сколько вы хотите закрыть долг. Да, он фиксированный, его просто закидывать на карту и отброски сливать. Да, в месяц, при отсутствии дисциплины сливаются энергии. Я упал, да, вот никак не могу, у меня упал даже доход на работе, там, да, что ж я делаю не так. Ну, так работает Вселенная, когда я думал о своём долге, минус 200 тысяч, я думал, я не хочу долго, я не хочу долго, мне нужны деньги. А подсознание что транслирует во Вселенную? Слово не отбрасываю, я что-то хочу, ну, то есть, хочу не долгов, мне нужны деньги для закрытия долгов. То есть, Вселенная слышит, ему нужны деньги, чтобы долбить этот долг, так он вообще долг иногда больше хочет. И он у меня начал расти, не 200 тысяч, а 204, 208, 215. И тут я понял, что это неправильная тактика. Думать о долге, это сливать энергию в уме, да, страдать, переживать, бедный, я несчастный, нахрен я так сделал, это уже в прошлом. А делать закрытие долга, это я нахрен на нём забыл, нет никакого долга. Это моё обязательство в прошлом, созданное. И я его отработаю, я в этом уверен, 200 тысяч это не проблема, ни для кого, да. Я просто делаю, делаю и замечаю, что, вау, что-то уже не 200, 180 должен, ну, 160, да ещё реализация идёт, там, что-то спрашивают, можно отклаживать куда-то. То есть, не просто затянул пояс и страдаешь, как только я отдам, тогда я заживу. Я уже начал жить, как будто бы нет этого долга. И когда он закрылся, я понял, что я на новых рельсах. То есть, это вам данное испытание, то есть, знаете, что такое испытание для вас? Это вас творец тестирует ваши возможности. И тут нет смысла плакаться. Вы просто говорите, с Богом получится, потому что мы знаем правила. Нам не даются тех испытаний, которых мы не выдержим. То есть, вы не умрёте от долга 200 тысяч. Вы просто по каким-то причинам не делаете. Помните, когда нам дают диплом или реферат? Что мы делаем? Мы смотрим на эту работу, делаем всё, что угодно, кроме неё. Неприятно. Правильно? Звоним, пришим, рисуем, мы не делаем диплом, курсовую. Так работает наш ум, потому что нет дисциплины. Поэтому нужно повышать качество. То есть, качество жизни – это вы себя любите, не уничтожайте, не думайте о плохом. А дисциплина ума – это своим телом, которое вы любите, и своим умом. Вы себя направляете на результат. То есть, ваша семёрочная энергия может быть агрессивна, правильно? Она может сливаться на бездуховных людей. Как же так там, где все были, когда я страдал с этими деньгами? То есть, много всяких мыслей, может быть, оправдывающих свои поступки. Но это всё мысли, которые мы не сможем прочитать, правильно? Вы же молчите и просто страдаете. А по факту мы видим, что что-то у вас теряется энергия. Потому что что такое 200 тысяч? 40 бумажек по 5 тысяч, которым придана определённая энергия в нашем государстве, правильно? И они будут у вас. Потому что это такая стопочка, и вы можете за это получить. За свою пользу миру. То есть, не думать об этой пользе, а прям реально её дать. С любовью. Но признаете ли, что вы актриса, которую позвали на дублёра роль Иисуса Христа? Что нужно от вас людям? Ваше понимание смысла жизни. Донести с любовью людям. Материализовать его. И вы будете это транслировать не как с позиции деспота, агрессора, по-моему, должно быть, а с позиции многих версий, друзья. Я так вижу, а как вы видите? То есть, будет у вас плюрализм, демократия, как угодно. Ну, никак не автократия, не тирания. Когда вы раскроетесь, энергия из вас попрёт. Вы поймёте, почему раньше не получалось. То есть, деньги – это энергия. Вы – семёрка. Семёрка, она получит деньги, когда будет не агрессировать на людей, что они бездуховные, а показывать им, как можно трудиться с любовью. Знаете почему? Потому что вы единственная энергия, которая не может стоять на месте. Вы всегда идёте либо вверх, либо вниз. Поэтому, по вашему расписанию, вы идёте, ходите вверх, потом идёте на работе и шьёте. Там, возможно, вверх-вниз, смотря, как вам шьётся. Потом вы смотрите вебинары и думаете, если о сливе денег долгие-долгие-долгие, как я через вебинар прокачаюсь, там тоже слив вверх-вниз. И там, влажаясь спать, вы думаете, закрой, я долг не закрою, тоже засыпаетесь негативом, или с радостью завтра проснусь. То есть, у вас всё время это колебание, как на рынке. Выбор за вами. Если вы отбросите долговую яму, вы просто живёте, ну, вам нужно жить с позиции, вы не нужно накопить 200 тысяч. Всё. Для чего? Вы потом узнаете. Когда вы их накопите, вы закрываете долг, а у вас ещё останется, там, 10, например, сверх излишка, а может быть, 300. Никто же не знает, как вас разгонит энергия, правильно? То есть, надо не позволять своему уму думать о негативе. Иначе это будет суицидальность, непонимание, хаос, кризис. Зачем я живу, твою дивизию, блин, всё же нормально было. Понимаете, вот эти кучи мыслей, они тратят энергию. И она вся превращается в энергию слитую и материализацию ноль. Остается только на пожить, притык. А если вы отбросите эти мысли, нет никаких долгов. Это ваши отношения. Вам дали в долг, минус 200 вам дали. Вот вы запустили бизнес, вы открыли бизнес, взяли в банке минус 200, сейчас вы раскручиваетесь, вы раскрутитесь до плюс 200, отдадите долг, выйдете в ноль и пойдёте в плюс. Обычный простой план, всё, нет никакого негатива. То есть, как говорят мудрые ребята, это просто расходы. Нет смысла тогда огранять ни эмоций, ни каких-то страданий. То есть не это так нужно прописать или так думать? Да, разверните свой лук в позитивное русло. Вот так вот с улыбкой, когда у нас улыбка, у нас чаша полна, льётся энергия. А когда у нас хмурые уголки вниз, у нас как по водостоку всё стекает, энергия в землю. И мы без энергии думаем, где взять 200 штук, если у меня нет сил, даже 20 заработать. Это же подход такой, просто поймите. Если вам сейчас дадут 200 тысяч в месяц, вы пойдёте на СВО, вы можете потерять там глаз, ногу. Не очень, правда, да? Женщина с оружием на войне. Не нужно вам туда? Вы нужны в миру. Но вы почему-то это не делаете в миру на полную катушку. Вы делаете это так, как у нас говорят, на полшишечки. То есть, что-то там пошьёте, смотрите вебинарчик. Что-то там подумайте, минус 200 штук, как я их отдам. И как бы мыслей много, дело мало. А нужно наоборот. Пустая башка. Я никому ничего не должна. Мне нужно накопить плюс 200. Вот у меня есть задание для самой себя. Я проверяю себя на умение накопить. И всё. Как это у вас получится? Это уже будет поток от Творца. То есть, вы позволяете ему прийти в вашу жизнь. И всё. Это так работает. А семерка, она быстро всё понимает. У неё быстрая реализация идей. То есть, принцип Паретта, это сделать 20% усилий над тем, что потом остальные 8 сами рассосутся. То есть, если я перед вами положу 5 швейных объектов, вы их можете калипануть 5, пока другой делает один. Всё. Как хирург. Я здесь зашил, а вы дальше там уже всё. Там пончики, там зажимы. Главная работа сделана. Вот семерка так умеет. Это ваше орудие. Я могу спрашивать. Когда ты успела? Вот когда ты успела, это должны все удивляться. Вы дайте всем удивиться вашим должностям. Надо себе позволить. Так что нет никаких долгов. У вас есть желание набрать 200 штук. Вы потом их отдадите туда, где взяли, и продолжите свой путь ещё 200 штук. Но уже плюс. Меняется мышление, меняется энергия. Да, вот ещё, вот по поводу накопить. Тоже, хочу пойти на обучение, Джонату. Я думаю, сейчас вот это сделаю, этот этап. И накопить, вот, чтобы на обучение. Хочу. Должно пройти с одной религии. Я намерен стать мастером, правильно? Да, да. То есть, просто хочу, чтобы ко мне женат лично пришёл, дал мне диплом, знания. Так не сработает, да? То есть, нужно чуть-чуть двинуться в сторону мечты. Нет, нет. Поехать, поехать, конечно. Значит, вы берёте карту желаний, вольным стилем нарисованную. Пишите, я мастер Сюцай. Валентина, 7-1. Звезда на сцене. Мне женат вручать диплом, меня фоткают. И я это делаю в Тамбуре, Корее. Ну, для обучения будет такое. Вот в Дубае. Куда вы чувствуете, что вас там ждут? Так и пишите. По факту. Дуба. Ну, вот, я Валентина, я в Дубае уже с дипломом. То есть, это уже как будто состоялось. И эту вот бумажечку, да, вы берёте и по корпусу на восток вешаете. Вот с востока приходит что у нас? Духовное богатство, наполнение вас. Ну, если у вас есть северо-восток, то это тоже вариант хороший. Куда на вас, подождите. На восток. Если северо-богатство, то есть на восток, да? Материальное богатство с севера, духовные знания с востока. То есть северо-восток это комбинация материальных и духовных знаний. Вот этот угол 90 градусов с севера по восток, он ваш. Потому что сердца показывает, как и духовно вырасти, да, но и материальным мире разобраться. Это ваш вызов для самой себя. И ещё можно по углам поставить 4 магнита номер 6, заряженный женатом, для усиления вашего намерения. И вы увидите, что творец вам может послать возможности заработать и поехать на школу. А вы просто делаете и всё. Ничего не ожидайте, просто делайте. Вот, по поводу магнитов ещё. Мне дайте какие-нибудь координаты, чтобы мне их как-то приобрести. Вы в России находитесь? Да, да, да. Ну, Абхазия и Сочи рядом. Только я не могу границу пока переходить, иначе меня из России в Абхазию не выпустят. Я живу здесь, работаю здесь. Можно отправить и в Сочи в Абхазию магниты. Вы просто можете мне написать, скажите, мне нужно, там магнита номер 6, 4 штуки. Я семёрка, значит мне нужен магнит номер 4, итого 5 магнитов. Может ещё какой-то на дом там в подарок. То есть вы решите, напишите мне, и какой-то мастер из нашего клумба Сочи вам отправит по тем реквизитам, куда вы окажете. Из Сочи, в Абхазию, там почтой, с деком. Ну, как получится. Вариантов много. Скажете, как лучше. И примените. Наберёте в Ютубе там, или лечебно магнитный Жаната, увидите по инструкции, как ими пользуются. 5 минут всё понятно в этом ролике. И он уже 10 тысяч раз посмотрели. И надо действовать. Я сейчас лбу не ковыряться. Надо действовать. Вот. Так что, я вас благодарю. Мы с вами так крепко заобщались. Просто возьмите на вооружение этот позитив. Вот я вас сейчас зарядил. Так же вы сами себя, сам себе Светоч. У нас там ещё люди руки поднимают. Так что послушайте. А что другие страдают? Хорошо. Кто-то ещё что придумал. До связи, Валентина. Пишите. Благодарю. Давайте. Так, у нас подняты ручки ещё, да? Кто-то ещё хотел высказаться. Валентина пошла делать, а не думать о деле. Где наши поднятые руки, друзья? Где наши поднятые руки? Ага. Вот, вижу, с углами я поднимаю эту руку. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Константин. Здравствуйте. Меня Лана зовут. У меня вопрос. У меня в матрице отсутствуют три числа. Тройка, четвёрка и восьмёрка. Это первый вопрос, как мне лучше их наработать. И второй вопрос у меня ещё. Если я правильно поняла, чтобы миссию свою правильно совершать, то нужно от миссии отнять число один. И от создателя программы нужно тогда прибавить тройку к своему числу сознания. Это правильно или нет? Выглядит по схеме правильно. Но только, да, это в действии будет. То есть это будет в процессе изменения вашего сознания. Когда вы внимание направляете не на свои хотелки, а на то, что хочет творец через вас делать. И тогда это получится. Например, у меня число сознания восемь и число миссии четвёрка. Восемь-четыре. Значит, я должна сознание в семёрку перевести, а миссию в тройку. Ой, нет, миссию в шестёрку. Нет, подожди, я запуталась. Восемь-четыре, подскажите, пожалуйста. Ну, то есть вы как восьмёрка, ваш ум думает о материальном успехе, да? Там нужен результат, нужно проконтролировать. При таком подходе никогда не наработается матрица. Потому что вы остаетесь в программе ума и не выходите за его пределы. То есть чем родился, с тем уходишь. Пришёл на работу 3-4-8, не получится так и наработать. Уйдёшь, до следующей круг. А если понять, что восемь – это ваша энергия, данная вам для поднятия кармы других людей, то вы думаете, ну, значит, деньги будут люди, это же проявление Бога, значит, надо им послужить. А изначально в программе ума у вас доброта какая? Эгоистичная. Люди – инструменты для достижения ваших материальных целей. Так уж устроен ум восьмёрке. Да? Согласны? Вы же не можете не смотреть на человека богатых, там, небогатые, успешные, неуспешные, будет это результат, не будет. Вот так и вы их можете делить. Вот. А если вы будете думать, так, мать Тереза была восьмёркой, там, Эмран Крея, который сейчас на YouTube выступает восьмёркой, он говорит, жить в миру, но быть не от мира сего. Что же это значит? Значит, что вы остаетесь в миру среди людей, но смотрите им уже не в карман, а в душу. Типа, а что такого полезного своим трудом? Потому что у вас реализация души через труд. Любая сфера, лишь бы вы трудились. Они не ясвали, не ошейничали. Они не трудились к миру среди людей. Вот. Чем таким полезным этим душам я могу быть? Потому что я такой трудоголик, мне хлебу не корми, дай поработать. И при таком мышлении у вас доброста вместо эгоистичной будет развораживаться в отзывчивую. То есть от вас идут флюиды. Типа, я готова помочь, вы только попросите о помощи. Этот труд будет ваш востребован. Вам скажут. Там, ладно. Надо то-то сделать. Надо туда-то поехать. А вы начинаете вместо эгоизма включать отзывчивость. Окей, помогу, вы трудитесь, получаете результат, который так ум хотел, а получаете за это деньги. И все происходит. То есть в год четыре или в месяц четыре или в день четыре, это будет какие-то мистические знания, которые вы получите и учите. Вы лучше станете трудиться. Восемь вы наработаете, когда вы будете практиковать эти знания, то есть полученные знания принять на практике. Когда в последний раз вы там учились кататься на велосипеде, у вас могло не сразу получиться, но потом вы научились. Или там на лыжах, или еще что-то. А три, это тот самый автономный анализ, не наступать на одни и те же грабли, где вы уже были. Не включаться базар, типа легкие деньги, а просто анализировать происходящие ситуации. И тогда у вас вместо того, чтобы целей было много, они были мистическими, такими, знаете, ведущими к предотворению, вы начинаете вести себя, как Джанат ведет. Постоянная йога, постоянная трансформация, постоянная связь Бога, постоянное изменение своего сознания. То есть не в облаках летать, а действовать как семерка, а у нее быстро реализация идей по поиску жизни. И вот так у вас изменится соображение. То есть отзывчивость и поиск смысла жизни. И материальный уходит на второй план, и получается у вас растет духовная составляющая, и след за ростом духовного подтягивается материальное, так как и ресурс нужен для показания, что у вас дух вырос, вывод и окреп. Вот так у вас все получится. И вы наработаете вот эти три часа. Супер, спасибо вам большое. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Я бы хотела узнать, как цифровая психология может помочь в исцелении онкологических заболеваний. Вот у меня онкология, вот как я могла бы с этим справиться. А можно узнать вашу полную дату рождения? Ну, давно ли вы себе это обнаружили, когда вам все это преподнесли? Это было в сентябре. То есть, получается, что до этого жили-жили, и вот в сентябре все это пришло, да? Ну, да. Ну, как бы я обнаружила это, да. Ну, вот получается, что... Что такое человек, который рождается 4-го числа, да? То есть, если вы наберете в интернете, Саламат Сарсикенов. Вот я был у него на личной коуч-сессии, когда начинал свой путь в Сюцаре. Я думал, может, к нему пойти? Я набираю в интернете дату рождения Саламата. Что-то не нахожу. Но зато нахожу, что он вышел из трех термальных стадий рака. Я к нему сажусь, так думаю. Сейчас я попрошу, подумаю, дай-ка я ему про свою Сюцарю скажу. Пишу так вот. Саламат. 4-13-22-31. Я говорю, Саламат, здравствуйте. Ну, и когда пошел разговор, кто я, что я, я говорю, я вашу дату не нашел, но могу я предположить, что у вас дата такая. 4-13-22-31. Я говорю, все верно, там, 4-го декабря. То есть, это я к чему? Человека недовлетворена, да? То есть, вы чувствуете недовлетворение по жизни. То есть, не так все происходит, как вы себе в голове представили. Есть такое, ну, такое унылое состояние, как бы все не так и все не так. Показать, бывает, да. Ну, конечно, говорят все четверки. И у них задача от жизни – радоваться жизни. Ну, почему-то все четверки, во-первых, говорят, да не получается радоваться. Ну, как я этим целям буду, не буду радоваться, понимаете? Все представим, что вы – это человек, который носит в себе миллиарды клеток, да? В каждой из них сидит творец. И он, и у вас есть воля. В каждую клетку диктовать волю там. Иду радуюсь, иду, улучшаю качество жизни, или там, иду, лезу в петлю и всякое прочее. То есть, выбор за вами, да? То есть, что вы делаете на уровне ума таким образом? Живете жизнь и постоянно чувствуете недовлетворение. Жизнь не очень. То есть, это ментальная команда всем нашим миллиардам клеток, как бы главный полководец вашей воли, туда направленный. Не надо никакие макрофаги, убивать раковые клетки, заживлять раны, которые нам досталось в регенерации опьящицы. Жизнь течет так течет. Она особо ничем не цена, она не удовлетворяет меня. И клетки раковые, которые к нам заходят, говорят, о, нас тут никто не гоняет. Как вот, знаете, есть предбаннички, где эти... Ну, вот, ланкоматы Сбербанка, и там могут бамжи сидеть, там запахи. То есть, никто не выгоняет, и там происходит вольнодумие, вольневласть. Так же и клетки раковые. Не вычищается организм, потому что главный хозяин своим умом говорит, не надо ничего чистить, не надо радоваться, жизнь она серая. Как будет, так будет. То есть, как унывая. То есть, плывешь по течению, понимаете? Был такой у вас, Оксана, что вы наблюдали за собой что-то? Апатия? Ну, да. У меня такой ритм жизни был очень, ну как... Ну, много, да, каких-то проблем было, финансовых, там, долгов у мужа. Ну, это все на меня давило, я это все на себя пыталась взвалить. Ну, не взвалить, а помочь мужу. Ну, я об этом переживала. Очень много стресса было. Да. А вы... Ну, брак же продолжается ваш, правильно? Нет. Вы его разрушили, да? Мы его фиктивно. То есть, а, ну фиктивно? Мы его разрушили, потому что мы поженились 30 мая. Это как бы плохая дата. Мы попали по поводу мужа на консультацию к человеку тоже. И он сказал, что нужно этот брак аннулировать. Мы его аннулировали, думали, что, ну, это долго через суд у нас ребенок. Думали, чтобы, ну, как, опять заключить, но не успели, потому что я заболела, и как бы я уехала. Сейчас мы в Росе, и поэтому вот такая ситуация. Сейчас я на лечении нахожусь в одной стране, а он в другой, так скажем. Да, ну, я сказал в самом начале эфира, что практикую не только раджи-йогу, да, дисциплину ума, как управлять умом, чему все мы обучились в школе Суцай. Ну и джняна-йогу, это йога знаний. И у нас есть такой инструмент, как вот через знания выйти к счастью, да, то есть перестать быть онкобольным. То есть восстановление клетки, исцеление тонкого тела. Если вам это откликается, то вы можете это попробовать. Я могу вам предложить способ. Так что у нас, ну, в одной из групп там есть тоже девушка, которая приходила, правда, ей поставили, видите, вам-то вот в прошлом году, то есть вы в прошлом году завершали свой 9-летний цикл, и получается вы в год 9, в месяц 9 узнали о такой вот проблеме с физическим телом, которым вы до этого почему-то могли бы и не заниматься, да? То есть это был как громце диасного неба. А зная, что год 9 надо заниматься физикой, ну, конечно, бы ей занимали, соломку пастелили, но факт есть факт. Вы уже теперь знаете, что есть болезнь, которая может вас заставить покинуть тело, да, а точнее, ну, это неосознанная воля самого носителя этого раковой болезни. Если вы хотите, вы можете взять и прислать мне свою данность. Мы можем поработать в плане проработки вашей этой болезни. Потому что так делала у нас одна девочка. Ну, правда, она, как я хотел сказать, она-то это узнала совсем в юном возрасте, где-то там в 11-12, ну, вот сейчас у нее там, по-моему, уже с волосами, там, невысые, всякая химиотерапия. То есть это все можно обойти. Но зависит от того, насколько человек верит в то, что с ним это происходит по воле Творца. Потому что некоторые люди, которые говорили, что можно сделать, они говорили, «О, я в это не верю, я иду на химиотерапию, там все прочее». Я говорю, «Хозяин, барин, мы никому не заставляем». Знаете, уже надо просто вот именно пробовать, смотреть, наблюдать. Хорошо. Спасибо. И тогда я вам покажу, что вы можете для себя сделать. Посмотрите, а вот сфера, я не знаю, не очень разбираюсь, но мне сказали, что сфера 6. Она на меня каким-то образом может давить. Это может быть связано, она могла повлечь образование этой болезни или нет? Да, конечно. Вот это, я только сейчас укусила, да? Не реализация какая-то. Болезнь, которая вызывается программой ума, вызывает давление сферы. Потому что мы именно в сфере и реализуемся, когда выйдем за пределы ума. А пока мы сидим в тисках ума, нас ждут только страдания и болезни. Поэтому сердца – это наука, которая показывает путь выхода из программы ума через задачу от Творца. То есть как бы на моем месте, в моем теле, с моей программой ума поступил бы Творец. А Творец бы в нашем теле сделал бы шаг назад, шаг вперед. И миссию плюс три попало в сферу. А теперь друче твой выход. Сможешь это так же сделать. Вот мы этим учимся всю жизнь. Понимаете? Вот это. То есть вы, как 4-8, можете быть недовлетворенный. С 33-х лет, даже с 22-23, начать чувствовать, что нужно результат. Надо всех приводить к дисциплину. Должен, обязан, порядок. Там, пойду-ка я поработаю и так далее. И как только вход в дисциплину не соблюдает, вы сразу начинаете эмоционировать, что-то там кричать, доказывать. Да еще и накапливать материальные. Знаете, там, три юбки, восемь колготок, там, два дома. Ну, то есть, накопительство. Невозможность насытиться самотерией. И, соответственно, это и есть давление сферы. Потому что настоящая сфера у человека с миссией 8 – это творчество, искусство. Это перевод своих контролирующих навыков в отношения, в доверие, в дипломатию. Как только вы пойдете в отношения с людьми, типа, давай поговорим, почему у тебя не получилось. Я не буду тебе там взрывать мозг, ты должен, обязан. Надо построить дипломатические отношения. Это откроет вам творческий поток, и сфера раскроется по-другому. Для этого нужно для начала хотя бы начать радоваться жизни тем, что у вас уже есть. И тогда включится интеллект, как перейти из контроля к дипломатии. Вот тогда сфера заиграет красками. А пока она, ну, эгоиста сидящего в программе ума, будет всегда давить. Всегда будет неразборчивый, там, страдать. Помните фильм Иван Васильевич меняет профессию? Как он наращивал? Три портсигара украли, три куртки замшевых. То есть он эмоционировал по поводу того, что у него отняли материальное накопленное. Хотя ему нахрен не нужно ни одна куртка, ни две, ни три. То есть он просто жестко завязан на материи. Так работает программа этого героя, который играл Этуш. Он просто сыграл качественную роль человека с миссией 8. А если вы посмотрите любой эфир, там, Маргуланса и Сибай 2.8, он тоже там покажет свои гардеробы, где у него на каждый случай куча одежды. Ну, вот так он любит, чтобы у него под материальные вопросы все были там свои одеяния, много чего материального. А в творчестве нет ограничений. Скажите, Константин, а вот смотрите, ну, я поняла, да, что нужно на высоких вибрациях, в позитиве. Вот я такой человек, как бы, я могу очень, ну, как бы, долго находиться в таком позитивном состоянии. А потом раз, какая-то мелочь, вот какая-то мелочь может меня просто опустить в пропасть. Я все, я улетаю прям очень глубоко. Вот как себя как-то или контролировать, или что. Вроде на позитиве, на позитиве, а потом, получается, ты как будто держишь, держишь себя, а валом падаешь, просто летишь вообще. Вот вы и на эту мелочь и посмотрите с позиции. Пришла к вам мелочь, вы на нее смотрите, вы о ней думаете, вы по поводу этой мелочи эмоционируете. И вы к этой мелочи обращаетесь. Вот то, о чем я сейчас думаю, она делает меня счастливым? Неужели вам нужно сейчас по этой поводу этой мелочи эмоционировать? Неужели надо себя разрушать в тонких сферах, чтобы... То есть, мелочи это что такое? Ваш путь к Богу это там белая ковровая дорожка, вы к нему идете. К просветлению, к освобождению. На пути вы увидели коровью лепешку. Что делает человек, понимающий, что ему нужно дальше на пути к Богу идти? Перешагнет через него? Обойдет, конечно. Вы идете дальше к Богу, там стоит сбоку, там собачка лает на вас. Вы встанете на четвереньке, будете на нее ответ ларить. Вы пойдете дальше, да? Вам к Богу надо. А кто-то берет, застревает и стоит рукой машет. Ой, а кто это кучу навалил эту лепешку? Ой, а это собака. Что-то вот какие-то собачники охреневшие. Ни наморников, ни дисциплины, ни выгуливают. Вон там нагажено. Все, нет никакого пути. Эго страдающая, человек зацепился и приводит к дисциплине других. Порицает их. Понимаете? А тот, кто порицает другого, куда попадает? Рано или поздно в эти же испытания. Потому что ни судьи, ни судьи будешь. У тебя свой огород, у тебя своя карма, и ты уникальный. То, какая Оксана Пивоварова, у таких других нет. Именно Бог хочет, чтобы именно вы из этой точки А пришли к Нему и излечились. А почему вы должны излечиться? Вы знаете, когда у вас это все начнется и завершится. Да? Пословно, что? Возьмем свое осознание, для чего мне эта болезнь. Не посыпание головы пеплом, а для чего мне это испытание. То есть, это тестирование вашей возможности. Вы это можете сделать, когда вы это поверите. То есть, вас будет зажигать то, что вы с этим справитесь. А не фатализм. Все, кончено. То, что вы не можете всегда разговаривать. Спасибо большое. Дисциплина, да, во благо. Просто оставьте страдания на вечер, на десерт. Типа, ой, сейчас я не могу думать о страданиях, да, в конце. А потом вы заметите, что на это время очень не останется. То есть, в вашем расписании не остается места для страданий. Некогда страдать. Добавьте креатива. Спасибо. Ну вот видите, уже как-то веселее становится. За благо. Да, спасибо большое. Добрый день. Здравствуйте, Татьяна. Меня хорошо слышно? Да. Замечательно. Первое, что я хотела бы сказать. Сегодня день Святого Валентина. Я смотрю на этот праздник нейтрально, но это еще один повод сказать, да, больше. Еще раз и еще раз о любви. И хочу сказать, что я вас всех очень люблю. Давайте поговорим о любви. Давайте поговорим. Мой вопрос следующий. Я 2,9 и муж 3,7. Когда-то я сама очень часто произносила фразу, я не люблю, когда меня загоняют в рамки. И мой первый брак, одна из причин, я думаю, это вот как раз был тот случай, когда я не выдержала этих рамок. Сейчас у меня ситуация иногда дежавю. Вот у меня год один, оговорюсь сразу, я только соприкасаюсь с сердцем, я не так много знаю, как у меня ощущение, что кажется со стороны, я чуть больше знаю. То есть сейчас у меня дежавю на тему очень много-многого приходит, да, и у меня появилось вот здесь курсы, вот здесь вот это, вот здесь вот это. Муж, как я его поняла, как я говорю, он, знаете, он любит все время, чтобы мы вместе за ручку. И до этого уже были моменты, когда, например, мы обсуждали тему раздельных отпусков. Просто это друзья, знакомые, да, и я уже в тот момент четко уловила, он этого не приемлик парень, скажем так, мне для него не подходит и так далее, да. То есть хорошо, поняла, у меня нет ответственности, да. Я коснулась аккуратно темы сердца и, в общем-то, коснулась темы обучения, то есть я уже изначально, понимаешь, встанет вопрос у поездки и встанет вопрос финансовый, потому что деньги ко мне приходят, но приходят именно от моего мужчины. У меня нет финансовой самостоятельности. И где-то на 95% я предполагала ответ, и он действительно таким был. Это было не да, не нет, но, скажем так, ему это непонятно. Да, и это вот был такой дипломатичный ответ. Ты понимаешь это, ехать, ты едешь одна, вот примерно вот так, да. И тогда я ставлю второй вопрос, я понимаю, это еще сумма определенная. Я задаю вопрос, скажи, пожалуйста, я никуда не спешу, если я внесу семейный бюджет, да, я заработаю на это деньги, как бы, а может быть причина в этом? Нет, причина не в этом. В общем-то, ответ был дипломатичным. Понимаешь, вот ты поедешь один раз, это не проблема, я понимаю, что я не могу тебя вечно сдерживать. Но я понимаю, что, наверное, у тебя будет потом потребность поехать второй раз, третий раз и так далее. Я вот с какой-то такой уверенностью сказала, что это обучение приедет и в мою страну, да, и я тоже дипломатично свернула разговор. И сейчас я еще сталкиваюсь с ситуациями, когда вот у него такое непонимание, когда я вот о каких-то вещах говорю, я сейчас хочу вот это, вот туда. Я не получаю, нет, слава богу, да. Но вот это дежавю, когда я понимаю, что вот опять мое ощущение появляется рамок, а мне надо дальше, да. Вопрос, вот над чем мне додуматься, поработать, потому что на консультацию я собралась, я понимаю, это важно для меня. Но пока я иду на консультацию, мне очень сейчас важно задавать вопросы. Вот приходят они, я их задаю. А у вас много единиц матрицы? Я родилась 11-го. То есть, 3 единицы матрицы, да? 11-й, 0-й, 9-й, 18-й, 3 единички. Если так рассматривать, да. За деньгами гонитесь или не гонитесь? Обратная ситуация, то есть, знаете, опять же, раньше я говорила деньги это не важно но говорила не в смысле это вообще вот правда я не уважала я поняла да сейчас у меня вот это отношение поменялось то есть я вдруг знаете как вот очень часто опять же это приходило извне когда я были моменты я говорила ты не понимаешь деньги это не важно деньги это самое легкое что можно дать человеку да а мне говорили деньги это важно но говорили это всегда с контекста не как облаги просто купить машину миллион то все другое не знаю миллион яхт и так далее и тому подобное контексте что деньги нужно уважать и понимать что скажем так они дают определенные возможности да то есть вот сейчас у меня поменялось отношения в каком плане то есть если скажем так еще в прошлом году я говорю вот деньги приходят а мне через мужа классно супер меня все устраивает и так далее вот сейчас скажем так я на позиции что вот деньги это самое легкое что можно дать человеку но при этом я понимаю что все таки вот финансовая независимость мне ее не хватает да для меня она важна чем зарабатывает ваш муж эти самые деньги какой профессии чем полезен а это консалтинг область айти да но и она сейчас вот скажем так с прошлого вот с прошлой вернее до этой весны да это это уже вот область продаж но там же все яйцо вы цените усилие вашего мужа по наполнению вашего бюджета или этой профессии да во всяком случае до сих пор у меня не было не приходил какой-то анализ эту тему я смотрю на него радуюсь поглядя на то чем он занимается как он занимает как он к этому относится когда мне вот я еду с семеркой ваш муж миссии 7 да я говорю мне не нравится вы сказали мне нравится когда меня загоняют в рамки я говорю не увлечили на свои коллеги мне нравится когда мне в машину подстаканники в мои подстаканники кладут какие-то вещи пустые его телефон в такая бутылочку что он не отвечает семерка так и будет пока не полюбка так что пока вы полюбите то что вас иногда творец загоняют в рамки я поняла именно что мне понравилось сейчас если я сравниваю те моменты которые были скажем так 15-20 лет назад да вот это чувство рамок сразу борьба и выход из рамок что мне понравилось сейчас что у меня очень спокойное отношение в плане я понимаю это вот я почему-то оцениваю знаете вот как урок который я не прошла я его должна пройти но в то же время вот это ощущение у меня появилась и появилась конечно же я хочу по-другому поэтому я не стала спорить я не стала настаивать да то есть я вот свернула разговор и успокоилась на том что всему свое время но сиди же какая-то обезьянка внутри которая говорит может можно быстрее или просто с пониманием да все равно скажем так грамотнее правильнее с любовью я начала с того что давайте поговорим поговорим о любви да то есть речь идет о отношении пока вы требуете ускорения от обезьянки любви сами понимаете это не любовь а большому девятка мне нужно на школу она может там много говорить эмоционально говорить но и нужный результат чужими руками сделаем это положь а то вместе погуляем за ручку меня не отвлекается можно я одна поведу я не приветствую ну блин надо как-то это принять дорогой дружочек мне рамки не нужны хотя меня не загоняет но ты должен по моему сделать моя хотелка правильно ли я по ним понимаю что в общем то на сегодняшнем этапе это правильно не не торопить события остановиться на том на вот этом моем понимании что опять появляются рамки они появляются нельзя и в общем то взор на себя да и скажем так смотреть что происходит дальше потому что вы можете принять ситуацию как есть потому что она объективно с вами происходит из нее свою голову не убежишь это будет субъективное страдание не принятие реальностями гнев отрицание торт депрессии то все формы непринятия а потом когда вы попадете на обучение вам вполне может хватить одного обучения и изменить ваши отношения с берущего на дающие энергии не может печь в одну сторону она черная сторона вы начнете кое-что отдавать то есть понимать будет человек что ты прикрыт а пока он даже не может занять за ручку отдохнуть потому что нет моё там не сделай а твое я обесцениваю и у мужчины пропадает мотивация он становится и не свободно и не нужно или не свободно или не нужно тогда никакой мамонт его не мотивирует потому что он не получает отдыха знаете как он приходит с работы домой а женщина ему с порога там какие ноготочки мы там с подругами решили а можно как в сказке накормила напоила полежать дала потом уже выкатываешь все свои процессы пока ты занималась нерабочими делами пока это было дно другой могу подход человек может ментально отдохнуть в трубу да если вы почувствуете этого другого человека вы можете с ним даже посмотрите там гарри чертампер пишет 5 языков любви кому-то нравятся подарки кому-то просто внимание и так далее надо нащупать что хочет о чем говорит человек потому что двойка хочет отношений но двойка 11 она жестко набирать нет я хочу понять что мне надо а то что хочешь ты это на втором месте на третьем десятом в этом загвоздка двойки дуализм не преследует то есть если вы искренне проявите что внутри то снаружи это будет совпадение вот пока картины искажаются конечно если есть это ощущение хорошо спасибо нет условия любви вот вы рождаете он что какой-то условный за ручка с ними погуляется он такой какой есть и он упадет богу через вашу семью и вас также мама на руках держал вашего мужа это безусловие там нету давай поторгуемся один раз на школу съезжу там еще чего-нибудь это все уже условность эгоизм привязывающий когда вы все это отпустите шелуху останется то самое красивое то что ему хорошо спасибо счастью да справилась с тобой как минимум не настаивать до улыбнуться и хорошо у меня этот вопрос есть сначала мне нужно на него получить домой ответ дальше дальше просто спасибо огромное хорошего да по благо удачу татьяну друзья так у нас незаметно пролетел час мы разобрали пять кейсов да ну что-то еще написали там на ютюбе это я уже отвечу после эфира у нас дальше идет марафон психологов работающих онлайн за мудрость благодарим друзья пишите ваши отзывы пишите ваши пожелания благодарности нам будет очень-очень приятно как мы можем продолжить наше общение так вот происходит общение и работают с людьми где-то те по видеосвязи по аудио текстом то есть будет запрос будет ответа человек для себя найдет решение если спросит может пойти там на консультацию на коучинг то есть мы уже провели четыре группы идет пятое с которой мы работаем люди решают свои проблемы это все решаемо где есть теми знаниями которые пропустили через себя и они придут к вам поэтому если вы созреваете напишите хотя бы что вы хотите а потом вы знаете как это решить как вы сегодня услышали все конце улыбались и поняли что слишком грустно думали о своей проблеме которая даже не проблема просто ситуация проверка и на возможности хорошее настроение благодаря благодаря друзьям ждем следующего нашего вот у нас вопрос есть на ютюбе на человек с ником ключи пишет где мои деньги а человек родился 5 ноября 87 года то есть что получается да у нас когда день рождения 5 числа часто говоришь нет неправильно такое логичное мышление присутствует а потом действует уже та миссия это вся сумма этих цифр которая работала у него когда он родился вот человек родился 5 ноября 87 года то есть и миссия такая же 5 а человек борется нет говорит неправильно соответственно деньги лежат там когда человек начнет говорить да когда он осознанно отпустит вот это борьбу с неправильным мышлением с неправильными жизнью ситуациями и начнет думать зачем мне нужна агрессия и борьба с неправильными идеями дай-ка я лучше покажу результат кратчайший как я это вижу вот там лежат деньги у человека с даты рождения 5 ноября 87 года деньги лежат при его креативном мышлении любви к людям и показыванию кратчайшего результата чтобы это было польза людям и это как вы понимаете применимо на большие сферы это может служить социальной сфере помогать людям соц на работник там помогать организатор что угодно главное не бороться главное принять чужие версии и не сказать им нет а сказать им да когда постов финансовый раскроется просто человек с миссией 5 всем говорит нет только моя польза работает да ну как-то же у нас это работает при том что у нас у всех не миссия 5 да то есть 8 других миссий не говорят нет они говорят давайте рассмотрим поэтому человеку надо просто перестать бороться что-то там доказывать просто взять и показать как я вижу результат материализуйте свою борьбу в разумность ну и напишите об этом какой-то очерк рассказы с прессование постик анонимку как угодно переведите борьбу в писательство энергия трансформируется позитив вот и все дальше вы все увидите сами как это распространится все реквизиты друзья по связи под видео на youtube канале в шапке можете написать обратиться к этим вопросом потому что решить можно как бы сегодня услышали да и как вернуть долг 200 тысяч и как разобраться с онкоболезнью и допустим как вот понять почему у нас такие отношения с моим партнером как вот рассказывал татьяна про супруга да вот это все решается или просто даже человек узнает а как ему себя вести чтобы понять смысл жизни на работу то есть в чем его предназначение до встречи а